Квартира Кружаловых встречает ароматом блинчиков. Мама Полина с сыном Ярославом готовит ужин. Ярослав помогает не на камеру. В этой семье так заведено. Все делать вместе. Готовить, убираться, отдыхать и даже делать уроки. Когда Кружалову узнали о всероссийском проекте всей семьей, они ни минуту не сомневались. Надо участвовать. Тем более, что задание там одно удовольствие. Читать книжку или пить пельмени – это такое обычное занятие, но оно объединяет. Как бы мы ни были заняты, всех я собираю, мы фотографируемся, читаем и пельмени лепим. История Ивана и Полина началась необычно. На первое свидание будущему супругу приходилось ездить за 600 километров. Чтобы выйти замуж за любимого, было непросто. Но Кружалову вывели свою формулу любви. Не тянуть одеяло на себя, чтобы какие-то были у каждого свои задачи. Мужчина, мужчина, женщина, женщина. Прислушиваться к советам. Понимать друг друга. Уважение тоже, прежде всего. Мне кажется, самое главное – уметь слушать. Слышать. Не слушать, а слышать. В мире согласия, царящие в доме Кружаловых, лишний раз подтверждают эти нехитрые правила. Здесь даже кот спит во обнимку с хомячками. Все заботы и хлопоты в семье делятся пополам. Свои зоны ответственности есть даже у детей. Ребят, у каждого в семье есть свои обязанности. Какие у вас обязанности? Убираться. Еще мыть за собой посуду. Ну, все. А у тебя? Участие в проекте всей семьей стало еще одной доброй традицией в доме Кружаловых. Каждую пятницу все с нетерпением ждут очередное задание. Победа в январском розыгрыше стала для них приятной неожиданностью, но никак не финальной точкой проекта. Своё участие они планируют продолжать и дальше, до самого финала в апреле. И в своей победе Кружаловы не сомневаются. Анстасия Камаева, Юлия Шугунова, Сергей Кудаков. Новости Управда ТВ.